Дом Валентины Ивановны Коноплёвой Огород Валентины Коноплёвой уже давно превратился в болото, а разрушающийся дом стоит на краю провала. Вот угол его видно, вот по фундаменту видно, как всё валится. Вот с этого угла всё начнётся, он туда и пойдёт. Ранее на этой территории были огороды и целые улицы, однако несколько лет назад вода буквально из-под земли стала проникать в дома и подвалы. Причина несчастья – отработанный карьер, переданный предприятием в ведомство районной администрации. Когда-то здесь открытым способом добывали руду. Выработанный карьер стал не нужен и его решили затопить. Зыряновцы это место называют «Кисешка». Именно она и стала причиной подтопления целого микрорайона. А потому что из-за косешки, и куда идти? Она же там полная, если бы куда-то убегала, ей некуда бежать. Она же подмывает, вот всё, та сторона уже вся была залита, даже там всё время вода до самого июня стояла. А потом всё, там уже всех переселили, она теперь куда идёт? А теперь туда идёт? А куда идти? Жилой сектор расположен в непосредственной близости от затопленного карьера, а под домами расположились череда отработанных шахт, также наполненных водой. Не попавшие под переселение люди опасаются самого худшего. Ну а куда мы денемся? Мы куда? Будем ждать, пока провалимся. Пока же тут. Вот землетрясение было. Как тряхануло этот раз, я думала, это вообще кошмар. Как раз этот ридер здесь, это землетрясение. Ну, страшно, просто не это самое, как говорится. Ну, что сделаешь? Бывшие работники шахт тоже уверены, что проживать в этом районе небезопасно. Ведь отработанные в прошлом шахты пролегали практически под тем самым сектором, где и располагаются проблемные дома. В каком сейчас они состоянии, никто сказать не может. Поэтому может быть трагедия такая, как в ридере, вполне вероятно. Вода, она как может держать горный массив? Она не держит горный массив. Начнется обрушение, ее просто воду из этих камер будет выдавливать и все. Просто выдавливать воду. А обрушение как пошло, так и пойдет. Чиновники же уверены, что все под контролем. Переселять людей дальше не намерены. Но новую программу защиты города Зыряновска от подтопления и затопления на 2014-2015 годы разработали. Теперь тот самый сектор, где заболоченная местность разрушает дома, планируют осушить, провести капитальный ремонт в выселенных домах и заселить туда очередников на жилье. Брошенные и затопленные шахты чиновники проблемными не считают. В целом, то есть по Зыряновску, у нас то, что как бы я не знаю, это плюс или минус, но то есть вот эта вода, то, что имеется в виду, она везде, как бы вода везде проходит. Соответственно, как бы вода держит тот уровень, поэтому у нас как бы таких вероятностей, что именно как бы схожей как бы с ритмом ситуации, я думаю, что не будет. В обещание чиновников откачать воду и привести южную часть города в порядок жители потопленных домов не верят. Ведь в бумажных отписках уже и переселение успешно провели, и финансовую поддержку обеспечили, и даже выделить квартиры в новостройке обещали. Нам ничего не давали. Вот тем, которые люди были, да, никакой нам ни компенсации, ничего. Делайте все своими силами. Вот и весь разговор. Ни одно обещание для оставшихся на болоте жителей восьми домов так и не выполнили. Видолаги намерены искать защиту в суде. Но учитывая специфику казахстанского правосудия, положительное разрешение проблемы для людей сродни восьмому чуду света.